Приветствую вас, мои хорошие! Сегодня я хочу вам рассказать о том, что у меня в процессе, что я вяжу. Обычная шапочка, резинка 2х2. Но что-то у меня не ладится. Перевязывать буду, по всей видимости, уже четвертый раз. Сделала я расчет петель. Сначала спицы неправильно подобрала. Вязала круговыми, но более тонкими. Теперь взяла чулочные. Пряжа Мака Аляска. 5% Махера. 15% шерсти и 80% премиум акрил. Так что буду я распускать. Шапочку тоже третий вариант. Неудачно. Я не очень опытный вязальщик. Иногда некоторые простые вещи приходится перевязывать по несколько раз. Ничего страшного. Я это дело люблю распускать. Даже, наверное, больше, чем вязать. Обязательно, когда буду делать обзор моих вязаных изделий, я найду старую этикеточку. Этикеточки я все сохраняю. Подписываю. И сравним состав, который был раньше и сейчас. О, сколько пушечка сыпется. Видно? Будет попытка номер 4. Не знаю. Может быть, начать другого цвета. И сразу пойдет дело. А это второй мой проект. Я сделала перерыв. Не удалась у меня шапочка. С первого раза, со второго, с третьего. И начала вязать более простую для меня вещь. Это шаль. Крючок у меня 3,5. Уже стерлась надпись. Крючок китайский, обычный. Мне нравится вязать более тонким крючком. Для меня это ручка толстоватая. Ангора Люкс Колор. Если кому интересен цвет. 81, 911. 80% премиум акрила. 5% мохера. 15% шерсти. Вот я подбирала крючок. Хотела большим размером. Но не понравилось, как смотрится. Не получилось распустить. Нить оборвалась. Цвета мне нравятся. Очень нежные. Переход от такого вот разбавленного, ежевичного. В темно-серый. В светло-серый. В светло-розовый. В розовее. Это уже не первая по счету моя шаль. Тут я начала уже экспериментировать с узорами. Смотрится мило. За счет вот этих ажуров шаль становится более такая длинная. Это я вяжу для любимой мамочки. И под шубку будет очень красивой. Вяжу я по мастер-классу. Две воздушные петли. Два столбика с одним накидом. Один из моих любимых каналов вязания моё хобби. Очень понятное объяснение. Очень понятные попетельные мастер-классы. Даже если не умеете вязать, смотрите, повторяйте за ручками и вяжите. Вот моя кошечка пришла. Бусинка, не трогай камеру, пожалуйста. Камеру не трогай. И второй узор. Очень простая схема для вязания шалью крючком. Мастер-класс. В предыдущем ряду вот здесь у нас была воздушная петля. Значит, мы сюда под эту воздушную петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. Я хотела сказать большое-пребольшое спасибо автору канала за эти уроки. Как свяжу шаль, так обязательно продемонстрирую. Блокировки на Кангуролюкс не очень-то поддаются. Мягкая. Но потом она после стирочки немножечко вытягивается. И рисуночек видно лучше. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно буду рассказывать о своих поделках рукоделков. О своих запасах материалов для творчества. Расскажу о своей библиотеке книг для рукоделия. По шитью, по вязанию, журналы, книги. До встречи.